2021 год особенный. Досрочный период отсутствует, а ЕГЭ будут сдавать только те ребята, которым это необходимо при поступлении. Тем не менее, есть традиции, которые неизмены. ЕГЭ для родителей. Сегодня взрослые и дети поменяются местами. Папы и мамы пришли в школу, чтобы сдать экзамен по русскому языку. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше самочувствие? Есть ли жалобы? Отлично все. Ваша температура 36,4? Надо проверить. И пусть экзамен пробный, здесь все по-настоящему. Организаторы следят не только за честностью проведения ЕГЭ, но и за безопасностью. На входе нужно измерить температуру, затем пройти металлоискатель и только потом показать паспорт. Ну все, теперь мы готовы к экзамену. В этом году первыми в Пермском крае в акции участвуют родители лицея номер 8 и приглашенные гости. Среди них бывшие нападающие Амкара Сергей Волков. Должна быть при сдаче экзамена дружелюбная, добрая, спокойная атмосфера, чтобы дети не переживали и показали на экзаменах то, что они действительно знают. Результаты родителям пришлют на электронную почту. Впрочем, количество баллов не так уж важно. Мамы и папы справились с процедурой на все сто. Тут не важно, на самом деле не важно, как ты напишешь. Даже если ты так же облажаешься, как я сегодня, на двойку. Тут главное эмоционально пройти этот путь и понять, что испытывают твои дети. И когда ты понимаешь своих детей, то ты, наверное, можешь чем-то им помочь. Министры тоже сдают ЕГЭ. Раиса Алексеевна проверила свои знания по русскому языку, а после поделилась новостями. Какие изменения ждут выпускников в этом году? Экзамен по информатике в этом году будут сдавать на компьютерах полностью. Это вот то новшество, которое есть. Детей в аудитории будет 10. Это связано с защитой детей от заражения. И поэтому их будет мало. То есть для этого мы увеличили количество аудиторий, но тоже оснастили всем необходимым. До конца марта присоединиться к акции могут все родители. Для этого достаточно обратиться к директору школы или в территориальное управление образования. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта-24».